всем привет сегодня проснувшись с утра я обнаружил что информационное пространство турции заполонено одной новостью и собственно говоря что за новость новость касается новых введений в получении внж в турции и что в этой новости говорится говорится в ней следующее то что с 26 декабря 2022 года изменены первичные условия подачи заявления на получение вида на жительство граждан российской федерации и какие же там нововведения первое нововведение это если граждане российской федерации находятся на пенсии они должны будут предоставить документ сапостилем подтверждающий что они являются пенсионерами и размер их пенсии второе нововведение касается граждан работающих удаленно если гражданин рф работает удаленно онлайн он должен принести документ подтверждающий его ежемесячный доход от компании в которой он работает документ от работодателя должен быть апостелирован третий пункт касается денежных средств вклад денег в банке регулярные денежные переводы к сожалению не принимаются в качестве подтверждения дохода заявки на вид на жительство отклоняются четвертое нововведение на мой взгляд она положительная супруги и дети в возрасте до 25 лет из тех кто ранее получил вид на жительство будут считаться воссоединением семьи и смогут получить вид на жительство кто-то один из семьи получается получил ранее внж и остальная его семья то есть супруги и дети также получат автоматом внж и пятое нововведение оно из числа бюрократических, это то, что эти правила не применяются к тем, у кого дата подачи заявки до 26 декабря. Вышеуказанные правила будут применяться ко всем гражданам Российской Федерации, которые подали заявку после 26 декабря. Здесь стоит обратить внимание, что все эти правила, они касаются людей, которые первично подаются на ВНЖ в Турции. То есть те, кто будут подавать на продлевание ВНЖ в Турции, эти правила не касаются. Пока что, во всяком случае. Об этих нововведениях пока что на данный момент говорят только турецкие СМИ. Официально на сайте ГЕЧ этой информации пока что еще нет. Но все равно на это стоит обратить внимание и принять в расчет, если ты собираешься ехать в Турцию и получать здесь первичное ВНЖ. Но я понимаю, что эти новости не самые приятные. Бюрократия расширяется, расширяет свое влияние. И возможно эти нововведения в дальнейшем могут коснуться и граждан других стран, которые также будут получать первичное ВНЖ в Турции. Также есть информация, что эти нововведения уже практикуются в Фетхе. С тобой был канал Turkey Space. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить вот такие экстренные и на самом деле важные новости. Свои вопросы можешь написать в комментариях или прислать нам на почту. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok